Давайте поговорим о Кадырове все-таки, если можно. Если мы еще успеем. Просто сегодня случилось очень знаменательное событие для истории Чеченской Республики. Сын Кадырова, только не смейтесь, получил седьмую награду. В сети самая популярная шутка о том, что скоро он перенесет операцию по увеличению груди, потому что они перестанут у него умещаться. Что происходит? Какую игру играет Кадыров? Если он ее, конечно, играет, а не пишет этот сценарий на коленке изо дня в день. Просто проверяя на прочность Кремль и Путина или лже-Путина. А можно я дополню твой вопрос? Он как раз, собственно говоря, с этим и связан. Единственная ремарочка, что нам профессор Соловей сказал, что будут уменьшены поставки. Но как-то я не уверен. Например, те же немцы, которые занимают вторую строчку в этом деле, они свое бюджетное сигнование увеличили вдвое. То есть я к тому, что если кто-то думает, что у Украины закончатся боеприпасы, в Москве думает, то так думать не надо. Вопрос следующий. Вот с одной стороны, ну, это действительно так. В России нет общества, и, соответственно, ориентироваться на общественное мнение, это не имеет никакого смысла. Ну, такова политическая организация российского, добавлю от себя, фашистского государства. Но проблемы у России в отправке людей на войну, они объективны. И единственный критерий, почему людей еще удается отправить сюда, это деньги, грязные бумажки, напечатанные Набиулиной и другими товарищами. И это, ну, так себе аргумент. Это важно, конечно, но так себе аргумент в части войны, войны на истощение, о чем было сказано. Вопрос такой, Валерий Дмитриевич, вот вы как человек, который, ну, имеете некоторое понимание в процессах, связанных с русским народом, не российским, а русским, русскими национальными движениями и всем остальным. Как вы считаете, ну, было ли такое в истории, чтобы так этнических русских в России унижали? В прямом смысле этого слова, когда, ну, как написано в Конституции, титульная нация, но она просто, ну, понимаете, когда русского избивают кадыровцы, избивают публично, а потом еще, соответственно, за это получают кучу наград. Вот к этому, Ром, я и хотел подвести, почему Кадырову позволяется на территории Российской Федерации создавать другую титульную нацию? Ну, хорошо, давайте я отвечу, совместив сразу оба вопроса. Да, Роман, я думаю, что ситуация беспрецедентна. Я думаю, что она беспрецедентна в этом отношении, в том, что касается положения русского народа, да, может быть, и в целом российского общества. Теперь, что касается Кадырова, понимаете, это все связано как раз с тем, что происходило в последние полтора месяца, когда стало понятно, что Путин умрет в ближайшее время, когда он умер, и поскольку Кадыров прекрасно знает, что те люди, которые сейчас управляют Россией, они его недоброжелатели, а говоря без обиняков, они его враги, действительно враги, они его ненавидят, я имею в виду чекистов, и лично Патрушеву, Патрушеву большой личный зуб против Кадырова, ему надо было показать, что он представляет из себя силу. Силу в двух аспектах. Во-первых, у него есть связь с одной из элитных группировок, которые уходят вот в эту широкую коалицию, стоящую за Патрушей. Второе, ему надо было показать, что он продемонстрировал, что он имеет первостепенное влияние именно на Северном Кавказе, потому что для чекистов священная корова, это территориальная целостность Российской Федерации, они прекрасно помнят, как начинался распад Северского Союза, они боятся, что Кавказ это уязвимое место, и Кадыров показал, что он способен дергать за ниточки. Вот тот несостоявшийся погроб, но антисемитское выступление в Макачкале было инсценировано именно Рамзаном Ахматочным Кадыровым. Патрушев в этом абсолютно уверен, в них нет никаких сомнений. Но, поскольку те люди, о которых я сейчас говорю, заняты консолидацией собственной власти, они должны решить для себя важнейшие вопросы. Проводить президентские выборы или нет? Если проводить, когда? Потому что стоит вопрос о том, чтобы перенести под предлогом ведения военного положения. И третий вопрос самый главный, кто на них пойдет? Вот сейчас Патрушев выдвигает своего сына, и в общем, в общем, дело идет к тому, что у него очень неплохие шансы, что он будет назначен премьер-министром и потом объявлен преемником. Давай подождем. А, есть. Валерий Дмитриевич, вы есть. Продолжайте. Физически не до Кавказа. Да-да. Они вынуждены это пропускать. Они смотрят с ненавистью, точат зубы и говорят, ну, подождите, скоро мы до вас дорвемся. Что они намерены делать? Я довольно хорошо знаю, потому что план есть. Они, кстати, подготовили, чтобы вы знали, и альтернативу Кадырову. Эта альтернатива существует. Значит, они хотят начать сперва с того, чтобы репрессировать этнические преступные группировки, в данном случае Чеченские и Москве. Потом начать ограничивать дотации, субвенции именно Чечне. Ну, а потом постараться решить вопрос кардинально. С моей точки зрения, это приведет к резкому росту нестабильности на Северном Кавказе. И Северный Кавказ станет очень важной частью того политического кризиса, о котором я говорю, и который в России не просто возможен, он неизбежен уже. Просто сейчас вы не видите его, потому что это борьба между элитными группировками. Это действительно грызня бульдогов под ковром. Но скоро они вылезут из-под этого ковра. И Северный Кавказ может действительно загореться. Кадыров демонстрирует, что он сила, что с ним надо считаться, что его нельзя просто так взять и спихнуть. И что если он закочет, он подожжет Северный Кавказ или, по крайней мере, часть Северного Кавказа. И это проглатывает. Это проглатывает. Обратите внимание. Ну, собственно говоря, это слишком хорошо заметно. Даже внимания обращать не надо. Коллеги. Ром, но действительно, сегодня на награждении сына Кадырова были муфти всего Северного Кавказа. Были. И согласовывают учебник Великой России с Рамзаном Ахматовичем. А Рамзан Ахматович смотрит на министра просвещения России как на, извините, как на говно. Ну, нет другого слова. Выглядит это именно так. Роман, министра просвещения за это снимут, кстати. Его снимут за это. Его за это снимут. Ну, может, и расстреляют, или еще что-то. Нет, пока еще до этого не доходит. Валерий Дмитриевич, вопрос у меня к вам такой. Скажите, вот у этой вот части России, вот у этнических русских, у них хоть что-то осталось, вот какое-то, знаете, вот... Но нельзя же вот жить вот в ситуации, когда, ну, во-первых, русских заставляет кричать «Ахмат сила», и они кричат, потому что кадевровцы главные. Остался какой-то вот, ну, я не знаю, какая-то энергия, чтобы, ну, во-первых, прекратить умирать, как бараны в Украине. И еще раз, вот если нас кто-то в России будет смотреть, а нас будут смотреть в России, чтобы там не рассказывали по телевизору российскому, у нас нет проблем с боеприпасами. И эти кассетные боеприпасы, они несут смерть этническим русским. И они не могут остаться живы, если они сюда не приедут. И мы тут не ищем, как это, антивоенную какую-то там основу, нет. Я вообще сугубо таком простом. У каждого человека, даже если он этнически русский, у него одна жизнь, его собственная и единственная. И вот вы, как специалист в русском вопросе, я даже помню вашу фразу, что вы, когда вас выгнали из МГИМО, ну, или уволили, не знаю, может, грубое слово, вы говорили, я хочу заниматься общественно-политическими процессами, которые в этой стране происходят, возглавить их, может быть. Ваше мнение, русские все? Придется действительно всей России учить чеченский? Или есть шансы, что учить украинский? Украинский легче. А украинский объективно легче, чем чеченский для русского украины. Я понимаю, что когда смотришь из Киева вот в эту оптику, естественен такой взгляд. Нет, ситуация не столь безнадежна, она вообще не безнадежна. Она скверная, я не буду скрывать. Меня тоже неприятно, ну, постараюсь все-таки выражаться, чувствуя у своих соотечественников. Меня тоже поражает их мотивация, честно скажу. Меня поражает их поведение. Когда я вижу, что многие из моих соотечественников лишены инстинкта самосохранения, когда я вижу, что работает эта некроэкономика, как ее определил Владислав Иноземцев, и вот известные мне люди, лично мне известные, точнее, лично известные семьи и их дети, ну, не то, что они уж очень рвались на войну, но они пошли, в общем, без сопротивления, хотя могли бы скрыться. Потому что, особенность провинции, это очень важно, это не касается больших городов, это касается малых и средних городов, и касается отдаленных регионов, потому что там же такие деньжища, 200 тысяч. И вы знаете, вот говорить с ними, а даже не о моральной стороне, я не говорю о моральной стороне, здесь нужны какие-то другие аргументы о том, что вообще-то у вас, Роман, я так, единственная жизнь. И ощущение очень печальное, что это в круг понятий не входит. Но, тем не менее, это не вся страна и не вся нация, очень важно понимать. Это далеко не вся. Это первое. Второе. У любой нации есть довольно большой неприкосновенный запас сил. Я думаю, что вы знаете, это по собственной ситуации сейчас. Ну, глядя на то, как она развивалась там с февраля прошлого года, вы это чувствуете. Есть азарт. Другое дело, что в России политическая система была построена таким образом, что тебя постоянно бьют по голове, не только по рукам, но и по голове, за любую попытку проявить малейшую инициативу. Вообще малейшую. И ты пытаешься ее не проявлять. То есть тебя превращают действительно в скот и в быдло. Да, это обыдливание огромной нации. Но представьте себе, когда эта скрепа ослабла, просто ослабла государственное насилие. Ну, вот пример. Марш Пригожина на Москву. 5 тысяч человек. Никакого сопротивления. Никакого. Роман, они, кстати, должны были проходить в Москву как раз мимо того места, где я живу. Там была самая подходящая для них дорога. А как вы готовились встречать тогда вопрос? Я могу вам, знаете, что сказать? Под какими флагами на балконе? Я их не собирался встречать. Для меня это был грандиозный вообще эксперимент, который доказал то, что в России очень слабое государство. Потому что ни одно подразделение, отделение полиции или управление ФСБ не выполнило приказа. Они все исчезли в неизвестном направлении. Так вот, я знаю очень хорошо, что по оценкам ФСБ, если бы Пригожин вошел в Москву, у него была для этого техническая возможность. Хотя, еще раз, всего 5-6 тысяч человек он ввел в колоннах. Точнее, шло в колоннах. Его бы вышло поддержать в центре Москвы около 100 тысяч человек, причем многие бы вышли с оружия. Я подчеркиваю, не защищаться от него, а поддержать. Роман, ну это те же самые русские люди. Как только они почувствовали, что есть слабина, они были, я знаю людей, которые готовы были лететь в Москву, и уже, причем группами, и которые уже интересовались билетами. Посмотрите, что можно сказать, что впервые в истории Российской Федерации прошли честные праймерис президентские. Ну это как выяснили. То есть Америка тратит безумные миллионы на все эти шоу, на все эти, как это там, коки, на дебаты сначала республиканцев, затем демократов, затем сводят их миссии. Здесь два дня, 5 тысяч человек прошли до Москвы, очень четко было определено и заменено настроение народа. Возможно, поэтому до сих пор не знают, что с выборами следующими делать. Кстати, вы анонсировали поход, возможно, Пригожина, возможно, Лжеевгения на Москву. А когда это может случиться, и кто его поддержит? Селишки откуда взять? В этот раз, когда он вернется в Россию, он будет действовать в союзе с одной из элитных группировок. Это, в общем, уже понятно и даже известно. Он вернется тогда, когда кризис начнет разворачиваться. Он хочет взять реванш за то, что не пошел до конца. Ну и какой-то, видимо, частичный реванш он действительно сможет взять. У него счеты со многими из тех, кто сейчас в российской элите, это личные счеты. А он человек, который ничего не забывает. Поэтому ожидает очень бурное развитие событий, очень бурное развитие ситуации. Кстати, могу вам сказать, что если бы украинские военные все время попытались наладить отношения с Пригожиным, у них такая возможность была, я знаю. То есть... Они были в контакте, но не Валерий Дмитриевич. Они были в контакте, только не военные, у нас там ребята, которые будут сопровождать меня во время чаепития. Хорошо, хорошо, Роман, да. Дай бог нашему теленку волка съесть, договорились. С нетерпением ждем. Но тут я бы хотел... Очень интересно. Интересно, что Пригожин перебил десятки тысяч людей под Бахмутом. Тоже интересный вопрос. Это правда, да. Мы сейчас обсуждаем все-таки не военную сторону. И, к сожалению, не человеческую. Мы вынуждены быть в обсуждениях циничны. То есть мы всегда помним об этом измерении. Но если мы говорим о будущем, о будущем России, ну, честно говоря, я боюсь, что здесь человеческие жизни в ближайшее время будут не очень много значить. Ну, честно. Вот исходя из того, что я наблюдаю, для меня это было очень неприятным лично открытием. Именно то, что у людей инстинкт самосохранения не работает. Я не говорю о моральной стороне, не о политической. Именно то, что у них не работает инстинкт самосохранения. Очень многие. Ну вот, я боюсь, что он останется ослабленным еще на какое-то время. И это повлияет на динамику ситуации. Коллеги? Ром, ну а нам в Украине, наверное, важно понимать, что, конечно, хорошо, когда будет, когда в Москву прилетит черный лебедь и решит все эти вопросы. И хорошо надеется на то, что эта война закончится там, переворотом. Но все-таки не нужно обольщаться и отвлекаться на это. А нам нужно продолжать свою борьбу и делать свое дело. Правильно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова